Бета-тестеры. Эпизод 12. Золотой Галеон. Пиратский корабль Сатирик Роджер. 24 мая, 15.11. Реального времени. Боцман! Боцман попугая тебе в печенку! Чего надо? Бонза, я тебя просил не называть меня этой похабной кличкой. Это не кличка, это твой официальный титул. Да мне начихать. Ладно, проехали. Где ксенобайт? Где-то на бушприте. А что там за грохот? Не знаю. Могу только предположить, что это внучка. А что она там делает? Брашпиль заколачивает. Раздраженно буртнул Махмуд. Чего? Бонзай с ужасом высунулся с мостика. И кто же ее надоумил на такое? Я, несколько удивленно пожал плечами Махмуд, отрываясь от здоровенного топора, который он любовно полировал. А ты как до этого додумался? А я в советах дня вычитал. Если юнге нечего делать, пошлите его забивать брашпиль. Это займет его надолго. Кретин! Почти спокойно заметил Бонзай. Знаешь, сходи-ка ты для общего развития. Посмотри, что она там делает. Получишь массу удовольствия. Недоверчиво глянув до Бонзая, Махмуд тем не менее встал и в развалочку отправился по палубе в сторону Юта. Вскоре он увидел замечательную картину. Свесив одну ногу вниз и опершись спиной о канат, на самом конце бушприта развалился ксенобайт. Программист с видимым интересом наблюдал за внучкой, которая, орудуя кувалдой, мерно колотила по торчащей из палубы железной тумбе, предназначенной для швартовки. Размером кувалда была чуть меньше самой внучки, девушка пыхтела и подпрыгивала при каждом ударе, но продолжала упрямо колотить. Внучка, что ты делаешь? Хрипло спросил Махмуд. Брашпиль забиваю, мрачно ответила внучка. — Это ты ей порекомендовал? — с живейшим интересом спросил ксенобайт, заметив Махмуда. — Знаешь, у нее почти получилось. — А это Брашпиль? — с подозрением уточнил Ходок. Внучка вытащила из сумки путеводитель по пиратскому кораблю, перевернула несколько страниц и показала Махмуду. — Брашпиль, вот видишь? — Для справки, — ехидно заметил программист. — Забить Брашпиль — старинный флотский прикол, призванный выявить незнание новичком флотской терминологии. — Внучка, хотя эта штуковина и похожа на недобитую заклюпку, но она так и должна торчать. К ней канаты привязывают. Внучка задумчиво оглядела Брашпиль. Потом, перехватив поудобнее ручку кувалды, бросила оценивающий взгляд в сторону Махмуда. Глаза Ходока забегали, ища укрытие. — Я не знал! — торопливо выпалил он. — Я это в советах дня вычитал, Ксен. А ты, зараза, все знал и молчал? Тяжелый взгляд внучки переместился на программиста. Ехидная ухмылка разом сползла с его физиономии. Бежать с бушприта было решительно некуда. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы с мачты не донесся вопль. — Планета слева по носу! — Ну что, господа пираты, мрачно буртал Бонзай, когда тестеры собрались на мустики. Кажется, начинается очередная серия этого балагана. У нас на хвосте имперская эскадра. Наша посудина вся в заплатках, в трюме только крысы, на вантах полной кретины, а Кок опять нажрался. И, несмотря на все это, мы, похоже, приближаемся к цели нашего рейда. Когда внучка притащила тестером симулятор корабля космических пиратов, Бонзай, ясное дело, пришел в полный восторг. Однако с первых же минут игры их ожидал некоторый шок. Вместо гордого космического крейсера с энергетической установкой, плазменными пушками и звеном истребителей на борту, перед ними возник довольно обшарпанный деревянный парусник с мачтой, веревками, идиотской мордой под бушпритом и ржавым якорем. Вместо отряда, закованных в скафандры головорезов, банда матросов в засаленных тельняшках и пестрых платках, вооруженных сеческими ножами, кремниевыми пистолетами, кривыми саблями и мушкетами по калибру, не уступающему средней противотанковой пушке. Это чудо природы, развернув солнечные паруса, довольно глупо болталось во мраке космоса с презрением, игнорируя отсутствие воздуха, время от времени бросая якорь, интересно куда, и лихо поля из бронзовых пушек. Поначалу весь этот паноптикум изрядно шокировал тестеров, привыкших работать в более плотном сцеплении с реальностью. Но человек славен своей способностью приспособиться к чему угодно, парусник так парусник, и не такое видали. И вот уже на счету тестеров несколько успешных абордажей торговых судов, лихая перестрелка с патрулем Космической империи, пара кабацких драк и... попугай, задушенный лично ксенобайтом за чрезмерную общительность и эрудицию. Кстати, заметила Мелисса, мрачно разглядывая красивую карту космического пространства, выполненную на здоровенном куске пергамента. Что-то эскадра поотстала. Вот уж о чем жалеть не буду, проворчал Бонзай. Ладно, спрут с ней, с эскадрой. Напоминаю стратегическую диспозицию. Впереди планета. Тоже мне планета, буртнул Синобайт. Так, астероид-переросток. Разговорчики. Перед нами кусок камня. На нем перевалочная база имперских ВКС. Чего? Удивилась внучка. Военно-космических сил, пояснил Бонзай. Не перебивай. В общем, если верить нашим осведомителям на Тартуге, сейчас там ждет транспорта какой-то стратегический груз. Что это? Мы не знаем, но по большому счету нам по барабану. Наши трюмы все равно пусты. В перехваченных шифровках он значится как груз-13. А теперь вопрос. У нас есть два варианта попытаться перехватить грузовой корабль либо атаковать базу. Давайте просто подлетим поближе и упадем на них. Едко продолжил Синобайт. Они от хохота сами передохнут. Отставить. Если они взлетят, то скорее всего с конвоем. Мрачно буртнул Макмед. Сатирик этого может не пережить. К тому же где-то поблизости рыщет эскадра. По-моему, при десанте у нас больше шансов. Дополнение. Возражение. Да ладно. Сейвы-то есть? Пожал плечами Ксинобайт. Махмуд, готовь абордажную команду. Мак, сколько планетарных бомб у нас осталось? Безымянный планетоид. Магеллановы облака. 24 мая, 15.34 Реального времени. Эй, бомбардиры, выходим на Азимут. Планетарная бомбардировка в этой игре была, пожалуй, одним из лучших психотренингов на командную работу. Впереди на Бушприте висел Ксинобайт с подзорной трубой. Бонзай сидел в рубке, управлял кораблем. Макмед с двумя матросами-ботами расположился на корме. Тут были небольшие сходни, по которым за борт можно было скатить здоровенный шар, сильно похожий на рогатую мину времен Второй мировой войны. Остальные тестеры выстрелились вдоль палубы. «Внимание!» заявил Ксинобайт глядя вниз. «Внимание! Внимание! Внимание!» понеслось по цепочке к корме. «Пошел!» Макмед дернул за рычаг, первый шар, покатившись по сходням, ухнул вниз за корму. Матросы резво вкатили на сходне следующую бомбу. Когда за корму отправился пятый шар, с носа донеслось. «Хорош! Поворот оверштаг! Галс! Берегись, короче!» Тяжело накренившись, корабль заложил разворот. Внизу полыхнула какая-то вспышка. Ксинобайт глянул в подзорную трубу и жутко завопил. «Берегись! Табань!» Корабль вильнул, вздрогнул, мимо своем пролетело здоровенное ядро, оставив пару седру. «Абордажная команда к выходу! Снижаемся!» ревнул Бонзай, бешеный вертяш-турвал и дергая всевозможные рычаги. «Парашюты к бою! Становись!» Из трюма выскочила абордажная команда, резво перекинув через борт доску, матросы в тельняшках и с парашютами на спинах посыпались вниз с веселыми воплями «Йо-хо-хо!» Первым за борт сиганул Махмуд, успев крикнуть «Запивай, ребята!» Внизу рассвели купола парашютов и донеслось нестройное «Пятнадцать человек на сундук мертвеца!» Корабль, накренившись носом вперед, стремительно пикировал на планету. Потом, тяжело выровнявшись, лег на правый борт, закладывая еще один разворот. Посреди унылого лунного пейзажа возвышался собранный из исполинских бревен форт. По широкой дуге корабль направился к нему. «Канонир! Залп с левого борта! Приготовить крючья!» На палубе уже стояла вторая волна. Мелисса с изящной шпагой, в высоких ботфортах и камзоле с золотыми галунами, внучка с кувалдой в тельняшке и коротких штанах, и ксенобайт в пестром платке с двумя тесаками в руках и прикрученным к спине пиратским флагом в сопровождении кучки матросов. На крыше форта уже вовсю орудовали парашютисты Махмуда. Вскоре к ним с веселым улюлюканьем присоединились остальные штурмовики. Битва выглядела довольно дико. Мушкеты и пистолеты изрыгали облака дыма и сгустки плазмы. Перезаряжались они долго, так что основным видом боевых действий была рукопашная. Учитывая, что монопольный тесак ксенобайта с одинаковой легкостью резал точно масло плоть, камень и сталь, а гравитационная кувалда, которой после истории с брашпилем прикипела внучка, оставляла на местности отчетливые кратеры, общий вид выходил жутковатый. Внучка, сюда. Готово? Мелисса приосанилась, опираясь на шпагу. Внучка, отложив кувалду, выхватила камеру. Доброго времени суток, наши дорогие! Берегись! Мимо истерические вопя пролетел офицер в элеповато разукрашенной кераси и треуголке со страусиным пером. За ним по пятам, размахивая тесаками, словно кухонный комбайн, несет ксенобайт. Дорогие читатели, несколько натянута продолжала Мелисса, «Мы ведем свой репортаж из эпицентра битвы, в то время как наш доблестный экипаж откуда-то сверху шлепнулось круглое ядро с шипящим фитилем, с воплем «Спасайтесь, бомба!» На него прыгнул солидным брюхом мужик в белом колпаке. Корабельный кок промахнулся, растянувшись на земле. Мелисса небрежно отфутболила ядро ногой, обиженный кок вскочил и побежал за ним, как ребенок, за любимым мячиком. «Наш доблестный экипаж штурмует один из фартов...» Где-то громахнул взрыв, мимо пролетел белый колпак. «Фартов имперских ВКС, в то время как...» «Внучка, можно я кувалду одолжу?» «Махмуд, не мешай! Бери, только топор оставь!» «Не вопрос!» «В то время как на орбите нас...» «Нас поджидает эскадра!» «Черт побери к сену, бери этого олаха эскадра!» «Карамба!» Взревела Мелисса, когда злосчастный офицер империи вновь загородил от нее камеру. На этот раз офицер скакал, изящно размахивая тонкой рапирой. Ксенобайт, заложив одну руку за спину в сабельной стойке, небрежно отбивал его выпады тесаком. Побогровевшая Мелисса выхватила из-за пояса пистолет и спустила курок. Когда дым рассеялся, перед ксенобайтом одиноко и нелепо стояли лакированные офицерские сапоги. «Эй, так нечестно!» обиженно прогундосил программист. «Мы только-только разогрелись! Ну зачем ты его?» «Ладно, а сапожки-то похожи как раз моего размера!» Ксенобайт, подняв один сапог, деловито приложил его к подошве. «Исчезни, сухопутная крыса! Якорь тебе в печенку! Осьминога за пазуху! Летучую мышь на голову!» Втянув голову в плечи, программист, прихватив сапоги, резво уполз в сторону. Мелисса обвела грозным взглядом окрестности. «Ну? Кто еще желает испортить мне репортаж?» С минуту царила абсолютная тишина. Удивленно оглянувшись, Мелисса поняла, что бой, очевидно, переместился куда-то внутрь форта. Выждав для верности еще минуту, она снова приосанилась и кивнула внучке. «Здравствуйте, дорогие!» Стена за ее спиной с треском и грохотом разлетелась на куски. В проломе возник Махмуд с гравитационной кувалдой в руках, следом за ним, шатаясь под тяжестью сундука размером с железнодорожный контейнер, ковыляли МакМед, Ксенобайт и несколько матросов. «Мелисса, драпаем!» Бонзай передал, что на орбите появилась имперская эскадра. «А? А как же...» Ошарашенно пробормотала Мелисса. «Все в порядке! Мы только что из хранилища! Груз 13 у нас! Ходу-ходу!» «Да при чем тут ваш дурацкий груз?» «Как же мой репортаж?» МакМед с Ксенобайтом переглянулись и, несмотря на тяжелый сундук, резво дунули в сторону пришвартованного сатирика Роджера. Заметив, что Мелисса тянет из-за пояса второй пистолет, Махмуд пробормотал «Упс!» и, петляя, бросился за ними вдогонку. «Пиратский корабль. Сатирик Роджер. 24 мая. 16.01. Реального времени». «Что с потерями?» «Пять штук раненых. Две пробоины. Парус кое-как залатали. Да еще куда-то запропастился кок». Тестеры собрались в трюме перед украденным с планетоида сундуком. Последним с палубы спустился Бонзай. «Уф!» «Вроде оторвались», — устало сообщил он. «Ну, знаете ли, я сам собой горжусь. Проскочить под самым килем флагмана, едва не сломав об него мачту, это был еще тот номер». «Ну что, все здесь?» — мрачно спросила Мелисса. «Вроде все». «А теперь слушайте, висельники, репортаж с планеты вы мне испортили. Так что тот, кто испортит вскрытие сундука с сокровищами, пусть лучше сам заберется на Рею, наденет на шею пеньковый галстук и спрыгнет вниз. Понятно?» Тестеры поежились. «Все помнят, что делать». «Никто не хочет помолиться напоследок, нет?» «Хорошо. Внучка, раз, два...» Мрачная физиономия Мелисса, как по волшебству, расцвела обворожительной улыбкой. «Здравствуйте, дорогие читатели! Что может быть милее сердцу пирата, чем сундук с сокровищами? И вот перед вами добыча, захваченная нашим славным экипажем в кровавом бою с имперской эскадрой». Мелисса принялась расписывать все опасности и ужасы боя, расхваливая мастерство капитана и храбрость абордажной команды. Бонзай гордо подкручивал усы, Махмуд с Макмедом смущенно улыбались. Ксенобайту отчаянно хотелось зевнуть, что вполне могло стоить программисту жизни. У внучки аж косички дрожали от нетерпения. По словам Мелисы, выходило, что сундук доверху наполнен как минимум алмазами. И вот пришла пора заглянуть внутрь, чтобы увидеть, наконец, величайшее сокровище галактики. По знаку Мелисы вперед вышли Махмуд с Ксенобайтом. Торжественно улыбаясь, Хадок взял в руки здоровенный лом. «Ех!» Махмуд с размаху вогнал лом между замочной петлей и крышкой. «Поднажали!» Раздались скрежет, пыхтение, тихие чертыхания. Ксенобайт пришел на помощь другу. Что-то скрипнуло. Махмуд с интересом глядел на свернутый в кренделе лом. «Хм! Крепкая штука!» «А что же ты хотел?» Пожал плечами программист. «Чтобы такие сокровища в картонной коробке хранили?» «У вас какие-то проблемы?» Холодно осведомилась Мелисса. «Ээээ... Минуточку. Где кувалда?» Махмуд взял в руки кувалду, смерил замок взглядом, зажал несколько кнопок на рукояти. Кувалда тихо загудела. «Махмудыч! Только корабль не разнеси!» Испуганно заметил Бонзай. «Я легонько! Ну-ка!» Примерившись, Махмуд сделал богатырский замах. «Бух!» Корабль тряхнуло. Замок остался на месте. «Там явно какое-то нейтрализующее поле!» Авторитетно заметил Ксенобайт. «Посторонись!» «Бух! Бух! Бух!» «Человек за бортом!» Донеслось сверху. «Ну что там такое?» Недовольная осведомилась Мелисса. «Два матроса свалились с мачты!» Доложил высунувшийся наверх Махмет. «Вы продолжайте! Продолжайте!» «Так...» «Принесите-ка сюда плазменный автоген!» Распорядился Ксенобайт, надевая сварочные очки. На протяжении следующих пятнадцати минут весь экипаж издевался над замком. Сундук стоял как средневековая крепость и сдаваться не собирался. Усталые тестеры объявили тайм-аут. «Так...» «Какие пропозиции?» Вздохнул Бонзай. «Значит так...» Задумчиво проговорил Ксенобайт. «У нас еще остались планетарные бомбы. Привязываем одну к сундуку. Для того, чтобы сработал детонатор, берем кувалду...» «И думать забудь!» Испуганно замахал руками Бонзай. «Щепки от нашего корабля разнесутся вместе с сокровищами на два парсека!» «Значит...» «Находим тихий астероид. Привязываем бомбу. Все равно не пойдет!» «Как сокровища собирать будем, балда?» «Все бы тебе взрывать!» «Ключ нужен!» «Ну-ну!» «Может, вернемся за ним?» «Нас там поди ждут?» «Ребят!» Неожиданно признесла внучка. «А чего вы к замку-то прицепились?» Все недоуменно глянули на девушку. «Не понял...» Помотал головой Бонзай. «Есть сундук!» «В сундуке сокровища!» «Сундук закрыт на замок!» «Замок надо ликвидировать, чтобы залезть в сундук!» «Разве нет?» «Дайте отвертку!» Вооружившись отверткой, внучка подошла к сундуку и стала спокойно выкручивать шурупы, на которых держалась верхняя петля. Шурупы шли туго, но один за другим падали на пол. Наконец, замок вместе с петлей рухнул вниз. Некоторое время все молча глядели на сундук. «Это...серьезный ход!» Пробормотал наконец Ксенобайт, протягивая руку к крышке. «Руки прочь!» рякнула Мелисса. «Учитесь у ребенка, балбесы!» «Ксен, возьми камеру!» «Внучка, будешь открывать! Ты это заслужила!» «Ксен, ты готов?» «Готов!» проворчал программист, поднимая камеру. «Итак, сейчас мы наконец-то увидим знаменитые сокровища двух галактик! Честь открыть сундук принадлежит внучке, специальному корреспонденту журнала, которая сумела решить сложнейшую головоломку с замком. Итак, пунцовая от смущения и гордости внучка, поднатужившись, толкнула крышку сундука. Тихо загудев, крышка ушла вверх. Все тестеры, не выдержав, кинулись к сундуку, чтобы поскорее заглянуть внутрь. Вот царилась тишина. «Братцы, вы видите то же, что и я?» хрипло спросил Ксенобайт, отрываясь от камеры. «Мираж! Галлюцинация!» просипел Махмуд. «Корабль заколдован!» «Я в это не верю!» спокойно заявила Мелисса. «Так не бывает!» «Так просто не бывает!» Сундук до самого верху был заложен ровными штабелями рулонов туалетной бумаги. Пиратский корабль Сатирик Роджер 24 мая 16.36 реального времени Мелисса в бешенстве задумчиво заметил Макмед возникая из воздуха посреди капитанской каюты сидит в реале пинает кофеварку поносит разработчиков такими словами что наш любимый кактус кажется завянет «А наш корабль похож на летучего голландца вернее я бы сказал летучего заср... усохни!» оборвал коллегу Бонзай Корабль и правда имел довольно призрачный вид серые ленты свисали срей и канатов обрывки точно снегу стилали палубу за кормой волочился длинный полупрозрачный шлейф это тестеры не веря своим глазам и подозревая какую-то хитрость распотрошили сундук в надежде что сокровища просто спрятаны под слоем рулонов или замотаны в них или... но ведь ошибки быть не может это груз 13 задумчиво заметил Махмуд во всяком случае в юморе разработчикам не откажешь проворчал Бонзай правда в довольно своеобразном юморе а нам следовало бы чаще перехватывать радиограммы с новостями все правильно вот читайте он бросил на стол свежую газету по вине интендантов 6-я дивизия императорских ВКС несущая патрульную службу в дальнем космосе осталась без этого груза глупейшая ситуация но на сотне парсеков вокруг ни одного клочка этого ценного продукта дивизия находящаяся на вахте уже два года взбунтовалась ребят можно понять горячая вода по талонам спиртной раз в неделю никаких развлечений так что этот сундучок предназначен для них воистину стратегический груз а что такого ценного они охраняют в дальнем космосе золотые прииски пожал плечами бонзай эх были бы мы не так потрепаны сейчас бы самое время пока в конец съехавшая с катушек дивизия отправилась в крестовый поход за грузом 13 нанести визит в эти райские кущи говорят там встречаются золотые метеориты с наш корабль размером а еще говорят вздохнул ксенобайт именно оттуда шел золотой галеон а что это уныл спросила внучка легендарный корабль груженный золотом и драгоценностями по легенде когда-то там была целая планета из золота и драгоценностей сокровищница древних она была взорвана именно оттуда там взялось это метеоритное облако когда его открыли туда был послан золотой галеон специально собраны для этого грузовой корабль колоссальных размеров галеон набил свои трюмы под завязку двинулся в путь и тю-тю ни корабля ни сокровищ вздохнув ксенобайт вышел из каюты прямо у него перед носом свисала длинная серая лента раздраженно отмахнувшись от нее программист вылез на палубу и окинул корабль тоскливым взглядом потом нахмурился вернулся и пощупал только что попавшуюся на глаза ленту странная какая-то бумага жесткая и глянцевая или просто отрисовка такая да нет другая вроде нормальная а это прямо картон задумчиво пробормотал программист глянув наверх он заприметил полуразмотанный рулон валяющийся у штурвала с кряхтением поднявшись и подобрав рулон ксенобайт начал разматывать его дальше сначала бумага шла чистая потом на ней появились ровные столбцы ноликов и единичек разделенные на группы какое-то время программист сосредоточенно их разглядывал потом глаза его медленно полезли на лоб бонзай слабо прихрепел он бонзай чего орешь ты морзянку еще помнишь какую еще морзянку хватит с меня юмора и так читай 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 может мне приключилось вот вот тут три ноля три единицы три ноля если ноль это точка а единица тире бонзай нахмурился разглядывая бумагу потом и его глаза начали округляться сос сос я золотой галеон подвергся нападению пиратов эскадра разбита сильный метеоритный шторм терплю бедствие в районе с координатами ух ты три якоря мне в печенку в дешифратор ну что что там подумать только это борт журнал золотого галеона отбивая трясущимися от азарта пальцами дроп на клавиатуре проговорил ксенобайт кажется его атаковала целая флотилия пиратских кораблей пока эскорт бился с пиратами изрядно потрепанный галеон бросился на утек и потерпел крушение на какой-то необитаемой планете вместе с ним рухнул один из пиратских кораблей и что кажется оба корабля так и остались там мы упали на самый кончик бушприта двигатели галеона целы но киль сломался пополам ему никогда больше не подняться в небо кажется пираты пострадали не меньше но они все еще хотят заполучить ставшие бесполезными сокровища бла-бла-бла дальше всякий героический бред если кратко шишим с маслом не то чтобы жалко просто на зло ибо нефиг итак нервно протирая руки произнес бонзай клянусь задушенным ксенобайтом попугаем перед нами крупнейший секретный квест игры золотой галеон мечта всех пиратов вопрос что завопила внучка найти сокровища это же здорово есть несколько проблем тактично заметила мелиса ага вроде эскадры которые все еще роют носом пространство разыскивая нас проворчал макмед с эскадрой как-нибудь разберемся главное не это кто главный враг всех времен и народов имперские патрули выдвинула версию внучка ром покачал головой махмуд наш кок царствие ему небесное внес свою лепту ксенобайт жадность дорогие мои лупыхи жадность вздохнула мелиса в трюм роджера поместится от силы десятая часть сокровищ галеона представляете что будут с нашими бедными матросами при виде того сколько золота мы оставляем да они перевешивают нас же самих на рельях и даже если нет мы будем так перегружены что не сможем уйти даже от космического велосипеда а желающие поживиться могу поспорить слетятся как мухи на мед и что же нам делать нужен корабль повместительнее решительно заявил махмуд и где же нам его взять раздраженно буркнул ксенобайт корабль по грузоподъемности равный галеону ты смеешься принесите ко мне карту этого сектора вдруг буркнул бонзай и прикажите матросам наконец ликвидировать этот бардак на палубе сектор галактики 3x1328a 24 мая 16.36 реального времени боже чего мы только не штурмовали но такое это уже перебор заткнулись и гребем граждане пираты сатирик Роджер убрав все паруса тихо продвигался вперед зрелище это было дикое деревянный корабль в рассвеченной россыпями звезд бархатной черноте космоса бессмысленно машущей веслами в вороньем гнезде похожем на прикрепленную под самой вершиной мачты бочку торчал ксенобайт со своей подзорной трубой неожиданно он крикнул вижу корабль прямо по курсу поднять паруса ряхнул бонзай полный вперед к счастью разработчики игры не стали сильно заморачиваться с физикой движения корабля и загадочными ветрами дующими в пустоте космоса хлопнув парусами корабль набирая скорость ринулся на перерез показавшийся вдали конструкции выглядела штуковина как длиннющая галера четыре ряда весел по обеим ее бортам мерно вращались на нос сатирика Роджера взобрался Махмуд с рупором корабль с бортовым номером М7654У вас преследует пиратский корабль повторяю корабль с бортовым номером М7654У сушите весла и ложитесь дрейф весла галеры продолжали махать в пустоте канонир предупредительным плазменом по курсу галеры солидно скомандовал бонзай грохнули пушки но с Роджера окутался дымом яркие сгустки плазмы перечертили курс галеры с минуты было тихо потом с нее раздался голос пиратский корабль без опознавательных знаков говорит корабль с бортовым номером М7654У это какая-то ошибка мы мирный мусоровоз у нас на борту нет никаких материальных ценностей повторяю мусоровоз с бортовыми номерами М7654У выполняйте приказ повторяю выполняйте приказ несколько раздраженно ряфнул Махмуд в рупор пиратский корабль без опознавательных знаков вы что там сдурели на кой черт вам несколько сот тонн мусора и пищевых отходов повторяю на кой черт вам мусоровоз с бортовым номером М7654У кончайте припираться а не то мы вас к лешему в щепке разнесем повторяю кончайте припираться а не то мы вас к лешему в щепке разнесем пиратский корабль без опознавательных знаков вас понял ложимся в дрейф повторяю порядочек абордажная команда приготовить крючья корабли поравнялись с палубы Роджера полетели абордажные крючья вскоре они с галеры были сшиты борт к борту смачно палубу галеры со свистом и грозными воплями полетели матросы хорош орать дуболомы ряфнул свой рупор Махмуд тоже мне великий подвиг штурмовать мусоровоз матросы пристыженно замолкли ворчая кряхтя Махмуд перебрался на галеру на палубу уже выскочили три человека в форме никто из них не был вооружен впереди шел по-видимому капитан подбежав к Махмуду он затараторил господин пират это явная ошибка извольте убедиться мы простой мусоровоз Махмуд вздохнув направил на капитана рупор и ряфнул захлопни пасть крыса без тебя разберемся повторяю захлопни а черт привязалась капитан мусоровоза так и остался стоять выпучив глаза его волосы встали дыбом и загнулись назад от звуковой волны руки мелко тряслись из какого-то люка вынурнул ксенобайт отправившийся обследовать галеру порядок сообщил он на веслах киберы идем порожняком эй капитан ау капитан Махмуд помахал перед носом капитана галеры ладонью бесполезно контузия старпом я на галере еще люди есть нет сэр отлично упакуйте их в наш трюм ксен начинай ксенобайт отправился в рубку мусоровоза оглядев приборы он начал колдовать над ними вскоре палуба галеры вздрогнула и стала открываться бонзай аккуратно отшвартовал сатирика Роджера потом поднял его чуть вверх и бережно опустил в трюм галеры порядок убираем мачту и закрываем трюм полундра вдруг запил кто-то за кормой корабль бонзай занятый изучением приборов галеры вылетел на палубу и понесся на корму глянув в подзорную трубу он чертыхнулся выследили таки что там флагман имперской эскадры даем газу на этом-то корыте не ребят улыбаемся и машем спустя пару минут флагман нагнал галеру это был великолепный фрегат ощетинившийся пушками весь экипаж Роджера стоял вдоль борта галеры и нервно улыбаясь махал руками корабль с бортовым номером М7654У прогремел голос фрегата вам приказывает флагман эскадры галактической империи сушите весла ложитесь в дрейф повторяю махмуд глубоко вздохнул и подняв рупор крикнул флагман мы типа уже и так лежим в дрейфе повторяю мы типа уже и так лежим в дрейфе с минуты на флагмане переваривали это сообщение но придраться было не к чему корабль с бортовым номером М7654У отвечайте не видели ли вы поблизости пиратский корабль махмуд задумался такая небольшая шхуна да с идиотской рожей под бушпритом да и с черным флагом да нет не видели повторяю не не видели корабль с бортовым номером М7654У если вы обнаружите вышеуказанный корабль немедленно сообщите ближайшему патрулю империи повторяю немедленно сообщите ближайшему патрулю обязательно флагман повторяю обязательно тьфу балбесы где ты в космосе 24 мая 16.51 реального времени ну судя по координатам мы на месте глядя на планету внизу пробормотал бонзай так в общем то все ничего только скажите на милость что опять делает у нас на хвосте имперская эскадра все посмотрели на Махмуда тот виноват уставился в пол Махмуд деликатно заметила внучка может при нашей последней встрече не стоило их посылать космическому дьяволу извините вырвалось угрюмо бурнул ходок его вполне можно было понять стоило галере после памятной встречи с фрегатом начать движение и пройти пару парсеков как флагман эскадры снова замаячил в пределах видимости все нервно похватались за оружие флагман снова потребовал чтобы мусоровоз лег в дрейф и снова спросил не видели ли они пиратов Махмуд заветел что не видели флагман удалился все нервно посмеялись над тупостью ботов снова тронулись в путь на третий раз ложиться в дрейф и заверять что никаких пиратов они не видели было все еще смешно на пятый уже не очень на восьмой Махмуд назначенный глашатаем не выдержал и наговорил флагману много гадостей как ни странно фрегат величаво удалился но вскоре появился вновь сообщением корабль с бортовым номером М7654У что вы сказали к счастью к тому моменту ксенобайт успел пройтись по всем киберам грибцам выкручивая у них предохранительные ограничители скорости так что теперь галера задала такого стрякача что ошарашенный фрегат еще долго висел в пространстве не в силах понять что произошло перед тем как броситься в погоню боюсь ничего бы мы тут не сделали вступился за ходок ксенобайт тут видимо триггер хоть тресни а сокровища просто так не увезешь так что эскадра попросту наводится на координаты Роджера иначе чего это они всю дорогу к нам цеплялись и так солидно подвел уток бонзай до прихода взбешенные эскадры у нас по моим подсчетам минут двадцать за это время нам надо обыскать всю планету найти сокровища погрузить их на борт и убраться отсюда по добру по здорову задача невыполнимая покачал головой ксенобайт обыскать целую планету мы не успеем к тому же я так и не понял как мы сможем бегать от эскадры на этом корыте пока оно пустое грибцы еще кое-как справляются но это уже мои проблемы покачал головой бонзай может быть галеон виден с орбиты предположила внучка он же огромный а золото должно сильно блестеть мы уже два витка по орбите сделали ничего слушайте а может это обманка встрепенулся Махмуд найти золото невозможно эскадры на хвосте либо нам надо было не пороть горячку а пройтись по кабакам в поисках дополнительной информации либо вообще продать журнал какому-нибудь лопуху с минуты все молчали Махмуд прав вдруг огорченно проговорила Мелисса во всех пиратских романах кроме записки с координатами должна быть карта острова нам надо было отправиться на Тартугу все огорченно сникли Ксенобайт досадливо сплюнул через борт и угрюмо уставился вниз потом брови его удивленно вздернулись предуприть предположим задумчиво проговорил он сокровища я вам нашел остальные проблемы решаемы чего выкрикнули все хором перечитайте еще раз журнал и гляньте туда все уставились за борт далеко внизу отчетливо был виден материк по форме напоминающий корабль гряда островов образовывала его нос мы упали на самый кончик бушприта задумчиво проговорил бонзай вот блин а я то думал они просто уткнулись носом в землю тут конечно из законов физики культа не делают но тогда бы их перемолотило так что этих записей в журнале бы не было пожал плечами ксенобайт так что я думаю кончик бушприта это вон тот маленький островок а он такой крохотный что обыскать его не составит труда ну-ка пиратики объявил бонзай всем умыться помолиться и составить завещание в общем готовимся к посадке вход в атмосферу через две минуты как сказал ксенобайт в этой игре из закона физики культа не делали но какие-то правила приличия все-таки соблюдали к тому же мусорная галера просто не была предназначена для посадки на планету она вообще строго-то говоря для полетов не была предназначена болтаясь в космосе лишь произволом разработчиков но сейчас вокруг бушевал огненный смерч галера не вспыхнула как спичка только потому что кажется просто не умела гореть с аэродинамикой у нее конечно же тоже было не ахти крен на левый борт носовой дифферент минус 60 градусов носовые отсеки левый борт полный вперед руль право на борт скорость 8 махов мать моя женщина выровнять угол до 45 градусов тормози дед убьемся без паники выходим на касательную полный назад галера вздрогнула и мелко затрясла всем корпусом держите ее на курсе пиратики держите орел бонзай нас разворачивает правым бортом левый борт полный назад правый вперед по малой держите дифферент руль право на борт меня укачало не обливать земля прямо по носу точнее уже вода проскочили выпустить закрылки и задрать нос нету этой хреновина закрылок она парусник табань галеру тряхнуло как спичечный коробок потом еще раз наконец все стихло бонзай глянул в иллюминатор галера плавно неслась над морем кажись сели доложите потерях 24 кибера сгорели 18 весел сломано внучка ксенобайт и три матроса травят за борт распределить киберов равномерно по обеим бортам готовимся к развороту экипаж убрать с палубы и закрепить страховочными тросами готовы так точно внимание левый борт вперед по малой правый табань правый сушевесла так оба борта вперед по малой галера вздымая кучу брызг заложила плавную дугу и упруго подпрыгивая понеслась в обратном направлении точно глиссер набрать высоту до 15 метров оооо а вот кстати и наши денежки тестеры глянули вперед впереди виднелся остров покрытый чахлыми пальмами островок еле-еле возвышался над уровнем моря а прямо в его середине лежал покрытый лианами огромный переломленный пополам корабль казалось из трещины вытек и застыл поток сверкающей золотой крови так приготовить киберов погрузки распорядился бонзай и весь незанятый экипаж ко мне думаешь выдержит? с сомнением спросила мелиса глядя на прикрепленные к мусоровозу две огромные турбины галеру было не узнать кроме турбин на нее поставили мачту с громадным парусом галеона а на борта налепили куски его обшивки а куда он денется? пожал плечами бонзай еще когда мы в первый раз читали борт журнал галеона я уцепился за эту фразу двигатели целы как всегда подсказка эх поставить бы их на старину сатирика монтажные работы закончены погрузка закончена доложил кто-то из матросов хорошо готовьтесь к отбытию внучка ты готова? угу тестеры подошли к тому месту где на самом берегу моря парил их старый кораблик сатирик Роджер внучка подняла камеру Мелисса глубоко вздохнула и начала как вы видели дорогие читатели мы успешно отыскали сокровище нам еще предстоит сложнейший маневр ведь на орбите нас караулит имперская эскадра наши трюмы полны золота и как вы скоро увидите враг будет одурачен но сейчас нам предстоит печальный момент для того чтобы увезти сокровище нам приходится пожертвовать нашим старым кораблем он верой и правдой служил нам на протяжении многих миссий отдадим же ему последний салют и по традиции капитан последним покинет корабль провожаемый взглядом объектива камеры бонзай гордо вскинув голову поднялся на борт Роджера там он торжественно спустил смачтый черный пиратский флаг с черепом искрещенными костями сложил и спрятал его под камзол после чего сошел на берег и торжественно отдал сатирику честь промолчав он рябнул все на борт отщаливаем тестеры спешно погрузились на мусоровоз бонзай встал у штурвала поднять парус набрать высоту бывшая галера стала медленно подниматься парус служил ей аналогом энергетической установки обшивка антигравитационной подушкой именно поэтому бонзай приказал переставить их на галеру остальное сгладили условности игры спустя несколько минут синему небо сменила чернота открытого космоса и на сближение к галерой пошел уже всем порядком надоевший фрегат флагман мусоровоз с бортовым номером голос с фрегата запнулся тестеры затаили дух мусоровоз золотой галеон с вами говорит флагман ух купился прошептал махмуд бортовые номера галеры были скрыты обшивкой с галеона а на корме гордо красовалась табличка с его названием отвечайте не видели ли вы поблизости пиратский корабль видели он там на планете на одном из островов две трети эскадры тут же ринулись вниз к поверхности планеты однако флагман остался на месте мусоровоз золотой галеон ну что еще отвечайте не видели ли вы поблизости мусоровоз с бортовым номером м7654у махмуд переглянулся с друзьями и поднес рупор к губам флагман а не пойти бы тебе к космическому дьяволу на флагмане потрясенно замолкли поднять флаг полный вперед распорядился бонзай над мачтой взвился веселый роджер турбины галеона взревели бывшая галера сорвалась с места флагман имперской эскадры стремительно уменьшался пока и вовсе не пропал где-то далеко за кормой